Если у кого-то что-то есть сказать, кто-то что-то хочет, пожалуйста, можете привет родным передать, показать, что вы живы-здоровы. Сильно хотелось, чтобы они поторопились, потому что сколько уже можно сидеть и реакции льной. Мамам звоним, Киев ни на что внимания не обращает, сколько уже можно. Мы звоним, они говорят, матери им звонят, мы знаем, что они там и что нам теперь делать. К нам лучше обращаемся, чем наша киевская команда. Сколько вам нужно? Мы вообще не нужны, что ли? Ну, получается, что вас просто забыли в вашем хавастуке? Да, да. Выходишь тогда, потому что сидим, ну, как-то. Ну, вообще, как получилось, что пошли воевать-то? Ну, как забрали по повесткам, ну. Мобилизован или как? То есть, вы по призыву? По призыву, ну, да, частичная мобилизация. Выбрали, по-моему. Да, ну, какой выбор. Давайте отказались, чтобы было. Ну, поэтому есть же статья, прокуратура будет заниматься. Там дальше непонятно, ну, или условно, или как, не было бы ничего, или посадили бы, этого мы не знаем. Ну, сказали, не хотите, с вами будет заниматься прокуратура, все. Вот такие ответы были в военком, я сколько раз прихожу, говорю, ну, как, что, вы едете на 10 дней, как мне сказали. Говорю, куда? Наперед подготовку. Говорю, хорошо, 10 дней, так 10. Ну, у меня уже сегодня, сегодня какое у нас число? 14. А, 14. 14. Да, у меня сегодня уже 114 дней. 114 дней. Вот такие 10 дней на перед подготовкой. И сколько можно сидеть, непонятно, и дома жены есть, и дети есть, и родные, которые переживают за нас. Никто даже не говорил, что мы будем сюда, в эту сторону ехать. Просто сказали перед подготовкой. На 10 дней, 2 недели, там, некоторым говорили, 45 дней это максимум. Ну, а в итоге, вот я же вам говорю, что... Ну, а в итоге, вот я же вам говорю, что... Да. Я не знаю, просто это уже тоже... Для создания нашего батальона мы должны вообще быть в Виннице. И охранять его только в Винницкой территории, в Винницкой администрации и тому подобное. Ну, я надеюсь, я вижу, что Винница очень большая, если бы я уже здесь. Я не хочу здесь быть, не хочу воевать, я не хочу вообще ничего делать. Я хочу к семье и к детям. И попрошу президента нашего, пана Порошенко, ускорить этот процесс. Потому что генералы, майоры, никто ничего не делает. Чему? Чему они ничего не делают? Чему мы полтора тижня, 10 дней сидимы тут и никакого руха? Никакой пропозиции для людей, которые хотят видеть, которые хотят. Чему не прислать того самого офицера, который бы приехал и спросил. Хлопцы, вы живы, здоровы, вы должны что-то... Пожалуйста, пан президент, сделай что-то для этого, чтобы мы поехали до своих семей. Родные близкие во внешней Железне, им же тоже на какой-то... сколько можно? Ребята, а вот называют ополченческий батальон, называют сепаратистами, террористами, ваше отношение? Вы понимаете, когда нас отправили сюда, нам говорили совсем другие вещи, которые сказали, что тут есть люди, которые там в масках и вздеваются над жителями Донецка, жителями Луганска и тому подобное. Мы приезжали сюда, ну, выручали их. Но когда приехали, увидели, что тут этого нет, для чего мы тут? Знищивать и таких самых, как себя? Я этого не понимаю. Мне просто непонятно. Называют антитеррористическую операцию. Значит, должна участвовать здесь МВД, СБУ и так далее. Причем та армия украинская. Непонятно. Это тоже непонятно. Вот, как вы спросили, да, там, я вам отвечу. У нас тут никто не бьет, никто кормят, воду дают, все, в туалет без вопросов. Когда там приспичило, без вопросов. Там сходили, не унижают, не грублят, ничего такого нет. Ну, просто как бы тоже в камере сидеть, оно на психику все влияет. Тем более у нас здесь много, территория маленькая, и у каждого разный возраст. Уже как-то все, весь на нервах. А реакции, как вот товарищ сказал, ноль, никаких. Мы же ничего не знаем. Нам ничего не говорят, ничего не знаем. Что нам дальше делать и как нам дальше поступать в этих ситуациях. Мы увидели, что, получается, мы не надо же нашей державе, да, что нас вот так бросили. Никто не хочет ничего делать. Хотя бы сделали звонок, да, вот сюда. Все же номера прекрасно знают. Сказали, что вот, да, мы действуем, передайте им так и так и так. Или что, я не знаю, как на это реагировать. И увидели, да, что вот меня как сняли с поезда. Провели, меня люди готовы были разорвать. Вот ты украинская армия. Я не знаю, почему. Ну вот, а нам рассказывали совсем другое, как товарищ сказал, что здесь бьют, убивают, не знаю, как, что, просто непонятно. Заводят заблуждения такие, что уже в самого мозга не, не то, что они не работают. Ясно. Скажи, как тебе представить имя, фамилия? Меня зовут Роман, фамилия Мусевич. 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 Мусевич, да? Мусевич. А, вас выступали? Виктор Пугач. Как? Пугач. Пугач. Да. Были они в основном задержаны в районе ЖД вокзала города Донецка. Вот. Преследник места службы или от места службы в отпуск. Вот. Со всеми этими людьми я познакомился уже здесь, когда их доставили наши бойцы. Вот. Часть из них были задержаны и в боевых порядках. Звания от рядового до старшего лейтенанта. Есть сержантский состав. С разных воинских частей. Ну, воинские части это Винницкая воинская часть, Новоазовская. Есть Днепропетровская. Вот. Люди разные. Когда мы связывались с их командованием, пытались связаться по поводу обмена, здесь от некоторых командиров мы слышали очень неприятные, скажем так, фразы, связанные с тем, что да вы их расстреляете. То есть, я не знаю, как можно расстрелить пленных, потому что пленные – это пленные. Поэтому то, что они говорят, что мы над ними не издеваемся, не бьем, это соответствует действительности, хотя бы по той простой причине, что мы уважаем пленного как человека. Это не солдат с оружием в руках. С солдатом с оружием в руках разговор совершенно иной. И то, что шли разговоры о том, что террористы, сепаратисты, они сами нам задавали вопросы, почему с нами обращаются нормально. Я не знаю, я в этом удивительного ничего не вижу по одной простой причине. Террористы – это люди, которые совершают теракты в чужой местности, у себя дома. Я ни разу не слышал, чтобы террористы совершали какие-то диверсии. Поэтому террористами являются те, кто идут в чужой дом с оружием. Я рассматриваю как террористов тех, кто с оружием пришли в мой дом сюда, в Донецк, для того, чтобы убивать людей. Ну, а что касается пленных, то мы готовы их обменять на тех наших товарищей, которые попали в пленку украинской армии. Мы для диалога и для обмена всегда открыты, но почему-то с той стороны мы не видим, скажем так, ни инициативы, никаких либо действий. Самим задержанным мы предоставляем возможность позвонить домой, успокоить своих родных, что с ними все в порядке, что они живы, здоровы, что с ними обращаются нормально. Звонят они сами, даже без нашего присутствия мы им даем вот такую возможность. Слышь, пожалуйста, а у вас здесь есть какая-то следственная часть, вы не выясняли по поводу военных преступлений? Значит, у нас есть особый отдел, который занимается как раз проверкой той информации, которую, скажем так, мы получаем из документов этих людей, а именно, кем они воевали, где они находились, в каких воинских частях. Наш особый отдел занимается в том числе и расследованием преступлений, которые совершаются на территории Донецкой области и Донецка криминальными элементами. То есть в том числе мы расследуем и дело о похищении людей, о похищении машин, которые здесь иногда имеют место быть. Дела расследуются и расследуются достаточно успешно. Что касается этих товарищей, кто-то из них есть? Об этом я сказать, к сожалению, не могу. Извините. Не вопрос. Спасибо. Как вас представить? Меня можно представить как Одессу. 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 А должность как? Сотрудник особого отдела. Сотрудник особого отдела батальона «Восток». Ну да, прошу не писать там «Боец народного». Бригады «Восток» уже. Уже бригады. Все, я понял, спасибо большое.